Продолжение следует... 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 И то, что мы с ними додаем, им какие-то сенсы, лепим, рассказываем, но даже этот минимум, что мы их просто берем в эту закрытую территорию, и они там на траве гуляют, это уже настолько много, потому что у них элементарной потребности не закрыта. До этого я уже видела фотографии своего города, но я была в шоке, потому что в жизни это выглядит по-другому. Поэтому было тяжело смотреть и на свои дома, и на улице, на каких-то раз ты ходила, гуляла, а тут уже таке, и нет этого. Одне — дивиться на фото, а інше — просто бачите своими очами. Всю войну жахливую просто не пробачить, знаете, это просто стихи руин, стихи руйнуваний. И эти дети, которые приехали сейчас в свои родные домики, которые видели, как тут было красиво раньше, и что сейчас эта территория. Они очень рады, что есть такая возможность на такой час выбраться в живую природу. Знаете, Донецкая область зараз потребует, действительно, детки потребуют такой уваги. Россия, она почти уничтожила моё місто полностью. И мне хочется, чтобы я смогла десь рефлексировать то, что у меня забрали. И это мой вид с векна в Рубежном. Там была дорога. Я сегодня была, я бы сказала, большей помечницей Ані в проекте «Відкритка». Это проект, который уже существует, ну да, с початку вторгнення. Его суть в том, чтобы заархевовать в памяті спогади детей, про их какие-то места, виды с векна, про их истории, которые, возможно, уже остались только в прошлом. Они тут малюют свои спогади, самые приемные, про места в месте, в котором они живут. Супермаркет, мы его вчера видели, он изруйнованный. Его намалювала Соня. И она говорит, что супермаркет, почему он важливый? Потому что они туда по 5-6 раз заходили. Она сказала, что там 17 отделов было, что там были вещи, и самая улюблена її ежа – это булочки с вишнью. Вот. Такое. Его нет. Мой брат сейчас воюет. Он освободил Святогирск. Набагато домов не штовхует. И я понимаю, что у меня тут какой-то иначе ментальный состояние. Потому что когда ты ходишь по деокупованному городу, и плюс у меня есть какая-то история с этим связана, то мне очень сильно накрывают какие-то думки, эмоции. Но это очень круто. И я очень благодарна своему брату за то, что я могу тут сейчас волонтерировать с детьми. И эти дети, которые ждали, которые супер рады, что их место деокуповано. У меня такие классные эмоции от этого. Это самолет или запад? Нет. Мы стремимся. Мой демоции. Я не сломаю. Я не сломаю. Я не сломаю. Я не сломаю. Организованы. Демоции сюда. Если что, то просто будем в другом месте. Я слышу, что они встали. Это они летели. Да. Они летели. Они летели. Они летели. Они летели. Они летели. Поэтому... Докторая. Дивлячись на реакцию детей, когда сегодня мы слышали то, что мы считали как выпуск ракеты, а выпуск, а устребитель прилетел. Я сама не знаю, что это было. Я чувствовала какой-то повный спокойствие от этих детей. Дети очень адаптировались, здаясь, до всех этих вещей. И я помню, что некоторым было все равно, а некоторые начали успокоить других взрослых. И вот там была одна девчонка, которую я назвала менеджерка настрою, которая просто ишла, и всем говорили, успокойтесь, все ок, час развернуться, то наши, то наши. И поэтому я помню, что эти дети, швидше за все, которые никуда не уезжали, для них это уже нормализация, таких явищ, звуков. У меня собака гавка, и через 5 минут самолет летит. Типа почувствовала, да? Да, и за ней чувствовала и бежала сразу. Дети тут еще живут в условиях всяких вибухов, запусков ракет. Вот. И таки заходи, которые привозят волонтеры с собой, становятся какими-то островочками магии, ніби на фоне всей этой всей разрухи. И дитинство – это очень счастливый, безтурботливый период життя людей. И, короче, он не має проходити в рефлексии, там, когда дети сидят и обговорюют, и уже шарят. Что такое? Это атльоти, прильоти, знаю там какую-то терминологию, калібрів и все таке. Дитинство – это, в общем, когда ты много прокрастинируешь, потому что у тебя есть свободный период, можешь много себе позволить, и еще, небо, мозг не напряженный всякими взрослыми вопросами. Да, поэтому важно привозить сюда кусочки какой-то магии и безтурботливости. – Ніда! – Ніда! Играет музыка Дякую за перегляд!